150 миллионов рублей получит Новосибирск в рамках федерального проекта «Старшие поколения». Это позволит создавать центры дневного пребывания для пенсионеров, внедрять разнообразные формы ухода за пожилыми людьми. Это планы на будущее. Сегодня подвели итоги развития социальной сферы в прошлом году. Александр Сульдин продолжит. Иван Черкашин – фронтовик, воевал в Прибалтике радистом. Сейчас ему 99 лет. По дому помогает соцработник Ирина Фомкина. Хорошая женщина. Как это проявляется? Как? Как это проявляется? А так вот. Глянешь на нее и жить хочется. 25 лет назад Ирина работала инженером-программистом. Пришла сюда, думала на чуть-чуть. Ну, задержалась. Тут ты приносишь добро людям, помощь, общение, которое им не хватает. Помощь и общение пожилым и одиноким новосибирцам обеспечивают более 2000 сотрудников соцзащиты. Социальная служба работает с людьми, которым нужно особое внимание. Поэтому здесь не пренебрегают мелочами даже при выборе помещения для отчетного собрания. Для этого определили торговый центр возле вокзала, недалеко от центра города. Добираться удобно. К тому же здесь есть хороший пандус и лифт. Достаточно вместительный, чтобы туда ехала инвалидная коляска. Открыли новый корпус центра Олесия. Играть, развиваться, учиться здесь могут полторы сотни детей в сутки. Начала работать социальная справочная служба. Здесь можно получить информацию о льготах и заказать социальное такси. Данные о льготах можно посмотреть и в интернете, и в социальном навигаторе. Его запустили в прошлом году. Пожилым скучать и болеть не дают. Например, в Кировском районе работает реабилитационное отделение. По сути, профилактория и в шаговой доступности. Здесь можно позаниматься на тренажерах, пройти оздоровительные процедуры и просто с пользой провести время. В планах сеть таких мест по всему городу. В рамках программы «Старшее поколение» Новосибирск дополнительно получит 150 миллионов рублей. Там и создание центров дневного пребывания для пожилых людей, и создание разнообразных нестационарных форм ухода за пожилыми людьми, и создание междисциплинарных бригад совместно между социалкой и здравоохранением, и создание государственно-частных, муниципальных частных партнерств в части строительства зданий для размещения пожилых людей. Сейчас у соцзащиты задач стало больше. Теперь ведомство отвечает за обеспечение сирот квартирами. Но появятся и новые возможности. Александр Сульдин, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok